Салют всем, с вами Масхет, и Оксимирон дробнул третий микстейп, и это полный пиздец, потому что он выпустил 36 куплетов. Ну ладно, он выпустил два новых трека, не учитывая там организацию и цунами, да, которые выходили. Он выпустил два новых трека, это Мох и Колесо, которое является первым треком на этом микстейпе, и последним. И остальное это просто куплет из 2014 по 21 год, который мы и так все слышали. Этот лысый что-то задумал, и у меня есть ощущение, что сегодня в ночь, именно в годовщину, типа, 6 лет спустя выхода альбома Горгород, он дропнет нормальный альбом. Но, бля, это всего лишь догадки, типа, может, и нихуя не сегодня. Ну, я хуй знаю, что происходит. Мы не будем слушать весь микстейп, мы послушаем, типа, вот эти два новых трека Мох и Колесо. Но, блядь, жид, как всегда, всех наебал. И я немного в тильте, да, вот мы все это хаваем, у нас нет выбора, типа. Ну, давайте, давайте зачекаем трек Мох. Но, зато я, кстати, понимаю название «Смутное время». Я думаю, что именно вот это время с 2014 по 21 для Оксимирона было смутным. То есть, ну, блядь, мы все слышали в треке «Кто убил Марка», да, что у него там депрессии и прочие темы, там, очень все плохо было в плане моральном. И здесь 36 треков, Оксимирону в этом году, как я понимаю, 36 лет, поэтому это все пиздец как связано. Но при этом я все равно ебал в рот вот эту хуйню, это просто пиздец. Выпустить, сука, 34 старых куплета, у него какой-то план. Ну, это явно, ну, типа, 100% у него какой-то план, блядь. Вот трек «Мох» я уже не понимаю, блядь. «Мох», блядь, тоже зеленый, но не цветок. 36 куплитосов не меньше лет. То есть, вот этот трек уже записывался по концепции, когда он понимал, что дропнет микстейп. Я думаю, записывался первый, последний трек, плюс-минус, типа, в одно время, когда уже он понимал все это. Эй, блядь, хитрый жид. Мне нужен текст. Может, блядь, что бы сделать-то? Может быть. Ага, я придумал, мужики. Давайте откроем Genius, ну, типа. Хули нет, правильно? Genius, блядь. Откроем пока что свой. Ну, просто на фоне поставим играть трек с Ютуба, например. Вот. И посмотрим по тексту, потому что без текста тут и без бутылки водки, как говорится, ну, вообще нахуй. Только нахуй, реально. Потому что вот этот заумный чел, я его боюсь. С самого начала, ага. Мох, стать похожим меньше на цветов, больше на мох. Японский сапромок, водопьет зеленый мох. Неприметным гавром, стелится в тени цветов. Гребней их, кистика в жипу, мы все исчезли, но не мог. Последние пять лет. Ох, они последние пять лет. И что из них надели, что во сне? Забирай бэкстейджевый браслет. Трипл-эй, полный доступ на бейджике. Крутил этим болотом, как в мэджике. Тридцать шесть куплитосов, не меньше лет. Остались только хардкорные болельщики. Салют. Циклы бытия. На. Рыб, потом вмиг потерял. Вселенная возит кебалом всегда. Как только не весь, что возомнил про себя. Отпусти эту дрянь. Ну-ка, положи эту бяку. Говорил об эго-шаман. Глубы шевелясь, пили древнюю влагу. Руки протянули священный отвар легендарный. Мох. Стать похоже меньше на цветов. Больше на мох. И в русский сапромок воду пьет зеленый. Бля, это все возмутительно на самом деле. Давайте вот почитаем, что у нас здесь джинью, значит. Возможно, описывается изображение во время прихода. Понятно. Про наркотики. Мирон говорит о том, что всякий человек оставляет за собой некое наследие, которое будет жить даже тогда, когда последний уйдет из жизни. Мы исчезнем все, но не мог. То есть он сравнивает свое творчество с мохом, да? Крутил этим болотом, как в Мэджике. Какая-то игра, нахуй. Это вообще катастрофа. 36 куплитосов, но не меньше лет. Но это понятно. Это понятно. Что тут циклы бытия? Все его творчество — это циклический процесс, где он поднимается на самую вершину. Его успех в батл-рэпе — это опускается на самое дно, потакая джигану. Губы шевелясь, пили древнюю влагу. Возможно, имеется в виду о том, что персонаж делает глоток... Уас... Как-то, блядь... Айяуаски... Ну, короче, я понял, что это за напиток. Это ебанутый, конечно, напиток. Я у Дудя в интервью много о нем слышал. Только он, по-моему, как-то не так пишет. Там какая-то ошибка, допустим. Так, это пиздец. Старый древний. Неприметным ковром стелится в тени цветов. Гребней и пристика, вжибов — и все исчезли. Но не мог. Стать похоже меньше на цветов, больше на мох. Японский сопромок — кто пьет зеленый мох. Неприметным ковром стелится в тени цветов. Гребни и грязи, каши попы Все исчезли, но не вмов Прошел через бул Видел такое, что дэмсан, но на самом деле все это не то Чем стоит твои болица без панд Я ибу рэп, даже находясь в тени Мой хуй крепкий, как хозяйственник Я здоров и любим, но испанский стыд у всех Блядь, а как это я ибу рэп, даже находясь в тени? Было очень много разговоров о том, что Мирон Медийно умер и не сможет воскреснуть Но спустя несколько лет молчания, монотонные припевки Стихов Мандельштама, он выпускает трек Кто убил Марк, который спустя 11 дней держится В топах ютуба, но это, грубо говоря Ну это Просто притянуто за уши, то есть Ну мы понимаем, что имел Мирон, но Объяснение здесь уебанское, конечно Ну на самом деле все это не то Чем стоит твои болица без панд Я ибу рэп, даже находясь в тени Мой хуй крепкий, как хозяйственник Я здоров и любим, но испанский стыд у всех От того, насколько я страдать привык, пиздец Спорт хватит уже, сори, что много церковной латыни Блядь, мне же выпал пиздатый сюжет Самоуничижение, форма гордыни Эго болтливо Шаман улыбнулся глазами и все Гость суетливый Отвар и глоток тебя унесет туда, где Мог не стать похожим меньше на Бля, в плане текста это пиздец как крепко Вот я читаю, да Опять же, это очень грамотно подано То есть у всех от того, насколько я страдать привык Пиздец, может хватит уже Ну типа испанский стыд от того, что он страдать привык Это интересно Это, это, вот как он подает эти куплеты Я прям, я чувствую его жизнь То есть вот в этих строчках Знаете, я прочувствую это все Это пиздец Бля, ну припев очень смешной Мох Мох, бля Прикольно, кстати, плавный переход Блядь, а трючок хорош Ну типа припев, конечно, к нему надо привыкнуть Но учитывая куплеты, которые я здесь увидел Он очень грамотно раскрывает картину А я у Аска Ну да, где-то Это, блядь, это мы знаем Это мы слышали Ну да, скорее всего он вот как раз-таки О нем и читает Потому что вот этот мох, блядь, принятие Что-то Хитрый жид, я его все ебал Колесо дальше Колесо Ну давай колесо посмотрим Ну типа Есть у меня очень большие надежды На трек «Колесо» Ну-ка, что это написано? В треке автор сравнивает свой творческий путь с колесом Колесом, которое катится по неровной поверхности То падает в пропасть И снова оказывается на вершине Оксимирон рассказывает о своей жизни О преодолении внутренних ограничений Которые не давали вырваться вверх И хотя путь труден, он уверен, что переживет это время Смутное время Это метафора не случайна У Мирона Яновича красуется колесо фортуны С пятью спицами на правой кисти Ааа, да-да-да Это мы... Валя, я говорю, это джид Сука, а? Умен, не по годам, нахуй Сам символ указывает на сменяемость цикла в жизни Неизбежность перемен Блядь Я и забыл, что у него на руке-то татушка есть Ёп твою мать Все пиздец, теперь как связано Я... То ли пост на закат Надо уходить, я-то нос накатал На себя, чтобы свалить То ли чертов азарт Кожу, заварил, расшлёбываю сам Так что завали Ночь, звездопад Солнцеворот Нет, мне не сдобровать Но шажок за порог Себя шоу, запорол Сам за собой ржет сад Вычтил хард Пропустил ход Это снова я Свой компас потерял Еще не взорвал Бонус материал Ночь сочинял Что есть муч И начинял И чертов глобус для тебя Помнишь, о чем я Дескать, завязал Дешку затянул Демку записал Снова песню затянул Вот это интересно Еще не взорвал Бонус материал Бонус сочинял Понятно к чему Отсылка Твою творческий путь Был многим словом Он терял вдохновение И силы на творчество Еще не взорвал Бонус материал Это Ощущение Что вот это Про этот релиз Это просто строчка Помнишь, о чем я Дескать, завязал Дешку затянул Демку записал Снова песню затянул Пускай рифовку педантов Озреватель порицает Поебать мне Прощает мой рассвет И Петербург Кири КОЛЕСО Суть возвращения Мы переживем Это смутное время Откровение раз Такая пьянка Как себя не вел бы Я бы все равно упал Позже Я гулял по рейсам Как Янка Низу разные узоры Бытия на моих подошвах Расшифрую детство Непонятно Холмс Рано или поздно Выдогнал завал С прошлым В общем нарисую сценку Наглядно Демка так-то яд Он ебучий цен зацепки Как пятка Внутренний Все кидал в помойное ведро Но теперь хоре Пой мое нутро Я проделал работу Над собою До седьмого бота Чтобы занять кого-то Своей болью на микро Того, кто едит сонный В переполненном метро В школу и СИЗО Используется вселожен Но он дает нам конкретные Блять, конкретные Прям, я не знаю Ну он в лоб нам говорит Это не намеки То, что Оксимирон вернется С новым альбомом Сколько вот в этом Вот именно в треке Колесо Сколько идет совпадений Ну типа Все совпадения случайны Мы все помним Блять Неужто сезон возобновлен На подходе новый эпизод What? Типа Нихуя себе Да? Потом мы помним припев Колесо катится с низов Ты не пей Чтобы Упасть вниз В пропасть И лишь тогда Внезапно вернуться Наверх То есть Понимаете, да? В планах это имеется И тут опять Вдруг окончание Суть возвращения То есть он закрывает Вот этим микстейпом Своё смутное время Последним треком Колесо Блять И показывает Что вот Мы переживем Смутное-смутное время Вот последние строчки Блять Ну это же Это Прям в лоб нам говорится Что всё бля Камбэк неизбежен Но когда Я того всё Рот ебал Собственно Не Слось Калесо Катится А Ни Солнце Не пей Чтобы Упасть Вниз Пропасти Лишь тогда Внезапно Вернуться Наверх Когда все Слова Зевак Предадутся Забенью Хоть мешков Ней Маршрут Нелинейный Мы переживем Это Смутное Время Калесо Еще пять Калесо Знаете На душе Тепло Я ждал Этого Оксимирона Я скучал По этому Оксимирону Вот этот Микстейп Является Завершением Головы Как по мне Это довольно таки Очевидно И блять Я хочу Новый альбом Потому что Я чувствую Что это просто Салам Алейкум Он выебит Он реально Может быть в тени Ебать рэп игру И я жду Я жду Я хочу это услышать И я думаю Это будет очень здорово Потому что То что мы услышали В колесе В плане куплетов В плане интересных Отсылок Намеков Подогревает Ожидание И опять же Он очень хитро Поступил Он закончил эту главу Когда все ждали Альбом Выпустил Микстейп Блять С тридцатью Четырьмя Сука Старыми куплетами Очко горит Честно Признаюсь Но при этом Он дал столько Отсылок На свое возвращение Что Очень-очень Горит интерес Услышать новый альбом Дождаться этого дела И поэтому Хочется Побыстрее Это услышать В общем Напишите свое мнение В комментариях Что вы думаете По этому поводу Что вы думаете По поводу Камбэка Оксимирона Если выйдет альбом Вы знаете У кого будет реакция Я блять Буду теперь с Джинниусом Нахуй слушать его треки Это единственный Нахуй человек Который вот Must have Джинниус Просто должен быть Во время записи Я реально не разбираюсь Блять Без него в тексте Мне надо видеть Чтобы все это понимать Я половину слов Нахуй не знаю Что он в организации пел Ну кроме шуток Ну не половину Ну есть там некоторые Блять Такому в школе не учат Серьезно И в шараге тоже Серьезно Вот Поэтому подпишитесь на канал Чтобы не пропустить реакцию на альбом Нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить ее Вот Также можете подписаться На мои соцсети Ссылочка есть в описании Инстаграм подо мной Если подпишетесь Пролайкайте Фоточки Будет очень приятно Ну а с вами был Must have Спасибо что посмотрели Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok